Итак, здравствуйте, коллеги, меня зовут Клипов Александр Владимирович, я работаю инженером электроником в средней школе номер 100 в Нижней Тагиле, Свердловской области. Решение базальт-СПО мы применяем с самого открытия школы. Школа была открыта в 2019 году, это новая школа. Или я что-то так сделал, или тут что-то тормозит маленько? Какие-то проблемы? Не переключают почему-то слайды. А, вот переключает. Школа была построена в 2015 году, и ее оснащение изначально закладывалось по всем стандартам, существовавшим на тот момент. Это касалось и оснащения учебным оборудованием, техникой, в том числе и компьютерами. Поэтому компьютеров у нас достаточно много, больше 500 единиц. А, сейчас он решил поторопиться. И поэтому для управления таким большим количеством компьютеров сразу стало понятно, что нужно как-то это систематизировать, то есть создавать домен. Ввиду неизбежного перехода государственных и муниципальных учреждений на отечественное ПО, которое все никак не может состояться, то изначально в качестве основы для домена инфраструктуры была выбрана операционная система Alt-Server. На ее базе был развернут домен Active Directory. Первоначально в состав домена входило 48 компьютеров на базе Alt-образования. Это то, что нам купили подрядчики при строительстве школы. После заключения договора и договора о сотрудничестве с базальт-СПО, не хочется на своей презентации работать нормально, нам были предоставлены еще лицензии. И по состоянию 2020 года у нас было в домене 168 компьютеров. И в конце 2020 года для того, чтобы перевести административный персонал на отечественное программное обеспечение, были куплены лицензии Alt-рабочая станция и Alt-СП. В принципе, они все спокойно внедрились в домен, кроме Alt-СП. Там были какие-то проблемы с политиками, я уже не помню деталей, но что-то сначала пошло не так. Сейчас проблемы решились и в принципе они все у нас работают. То есть на данный момент у нас в сети в домене 168 единиц. 186 есть, извините. Покажи, пожалуйста, мне страницу следующую. Проблемы? Так, да, как я уже сказал, что для компьютеров администрации были закуплены лицензии, отличающиеся от Alt-образования. Все они вместе спокойно работают в одном домене. Поддержка групповых политик – это одно из самых главных преимуществ Операционных систем Alt перед другими дистрибутивами Linux, поскольку это очень удобный инструмент управления большим количеством компьютеров. У нас в частности активно используется инструмент установки домашней страницы браузера. Хоть она как бы и числится еще как экспериментальная, но в плане установки домашних страниц Chromium у нас все нормально работает, и даже для Chromium GoS-то это канает. Создание ярлыков программ, сетевых папок, правил подключения USB-дисков, параметров удаленного доступа программами и установки дополнительного ПО. Ну, по мелочи, конечно, ничего глобальное. В связи с тем, что большая часть пользователей ПК, на которых установлены Alt, это школьники, которые часто любят экспериментировать. У нас в последнее время поднялась такая волна, что школьники начали ставить на заставки, на рабочие столы, всякое непотребство. Поэтому очень актуальная политика была по запрету замены пользовательского окружения. Такие политики есть, но они на данный момент применимы к графической среде MADE. В Alt образовании установлены графические оболочки XFCE и KDE. Поэтому пока у нас ведется поиск альтернативных методик ограничения этих изменений, безуспешные, к сожалению. Но надеюсь, что в будущем для этих оболочек будут какие-то групповые политики, которые смогут на это повлиять. Также, учитывая, что у нас две трети компьютера в школе — это ноутбуки, было очень важно ограничить доступ, несанкционированный в Wi-Fi-сеть. Никакие пароли надежную защиту не обеспечивают. Во-первых, потому что у нас школьники уже с 7-8 классов знают, что такое сниферы, знают, что такое ривер. Ну и, естественно, знают, где можно в Винде подсмотреть пароль от сети. Первоначально ограничение доступа обеспечивалось фильтрацией по белому списку MAC-адресов. Но поскольку у такой таблицы есть ограничение в 512 адресов, таблица быстро кончилась, учитывая, что там еще входили личные компьютеры преподавателей, телефоны и так далее. И встал вопрос о том, что нужно какую-то другую систему фильтрации внедрять. Тут очень пригодилось наличие в репозитории встроенного сервера FreeRadius. Тип авторизации в школьной сети поменяли на VPA Enterprise и указали адрес контроллера домена как сервера аутентификации Radius. То есть без аутентификации на сервере Radius пароль вводить, в принципе, бесполезно. Это такой действенный метод, пока его никто не обошел. Надеюсь, что это продлится еще какое-то время хотя бы. Помимо авторизации пользователей в операционной системе, доменная авторизация используется и в других программных комплексах. В системе облачного хранилища Nextcloud, в системе управления компьютерным классом Vion. В случае с Nextcloud сквозная авторизация облегчает работу пользователей, так как им нет необходимости запоминать различные учетные данные для ПК и облака. А использование доменной авторизации в Vion, во-первых, упрощает управление каталогом клиентских компьютеров и обеспечивает более очевидную идентификацию управляемых ПК, поскольку они там отображаются с доменными именами и понятно, где какой компьютер находится. Что касается информационной безопасности, здесь у нас сразу несколько методик, начиная с аппаратных. Аппаратный firewall на роутере Mikrotik, LVS разделено на несколько вланов, по видам трафика для телефонии, видеонаблюдения, Wi-Fi, разных сегментов проводной сети. Эти сегменты взаимно непрозрачны. Например, в LAN компьютерных классов и ученического Wi-Fi имеют доступ только на два IP-шника из другого влана. Это контроллер домена и сервер Nextcloud. Еще раз напомню, я работаю в школе, но даже с девятых классов уже начинаются попытки что-то там поэкспериментировать с сетью, поменять настройки, залезть на какие-то компьютеры, но пока, к счастью, это не сильно получается. Ученические учетные записи не имеют права запускать RPM-файлы, соответственно, они не могут поставить сами программу удаленного доступа в Винде, поскольку программу удаленного доступа не обязательно ставить, а можно просто запустить. Помимо запрета на установку, есть с помощью реестра запрет на запуск приложений с именами, похожими на любые программы удаленного доступа. Также нам очень помог Ростелеком, поставив у нас канал ESPD. Это единая сеть передачи данных с встроенной контент-фильтрацией. То есть сейчас уже не нужно самим заботиться, как защитить детей от той информации, которой им, в принципе, не положено. За это на себя взял ответственность Ростелеком. Хоть одно спасибо этой компании. Антивирусная программа Clomaf входит в дистрибутив OS-Alt. В принципе, ее функционала вполне достаточно для большей части школы. Единственный недостаток – это отсутствие возможности централизованного управления. Вот Артем мне подсказал, как можно и Clomaf управлять централизованно. Но, тем не менее, кроме того, что нет встроенного инструмента, централизованного управления. Все-таки Clomaf – это просто тупо антивирус. И для компьютеров, на которых нужны какие-то более серьезные меры защиты, мы купили лицензии Касперский Endpoint Security. Они спокойно встали, работают, никак систему не тормозят, что для Касперского не характерно, в принципе. Я был очень удивлен, что Каспер не грузит сильно систему. Ну и также групповыми политиками у нас ограничивается несанкционированный доступ. Доступ к съемным носителям заблокирован у всех пользователей, кроме преподавателей и административного персонала школы. Это также реализовано с помощью групповых политик. Резервное копирование у нас находится в зачаточной стадии, то есть пока с помощью скрипта на контроллере домена и сервере Nextcloud проводится архивирование всех разделов раз в два дня. Сейчас для школы закуплено еще 360 лицензий OS Alt. И в сумме у нас, в принципе, практически все компьютеры к новому учебному году от мелкомягкой OS избавятся. Останется буквально несколько компьютеров, которые пока используются для проведения ОГЭ и ЕГЭ. То есть не для самого даже проведения, а для отчетности. Программы для отчетности по ОГЭ и ЕГЭ пока намертво привязаны к Винде и даже из-под Вайна то работают, то нет, что не очень нормально. Такое увеличение количества компьютеров, конечно, влечет изменение технической части, переезд контроллера домена с простого компа на Ryzen 7 на стоечный сервер и введение вторичного контроллера домена, потому что уже были ситуации, когда из-за смерти SSD контроллер резко говорил, что он все. Было очень неприятно. Операции резервного копирования будут переведены со скриптов на систему бэкапов урбэкап. Почему выбрал урбэкап, а не бакулу? Ну, мне, во-первых, бакулу показалась, может быть, незаслуженно, слишком сложна в настройке, урбэкап более, по-моему, дружелюбен. И, во-вторых, пока толком не изучал, но я там увидел интеграцию какую-то с актив-директорей. И вот я обеими руками за, чтобы сквозная авторизация использовалась как можно больше. Это нужно для простоты управления. Для централизации управления антивирусной защитой, как я уже говорил, мы производим замену на Касперский Endpoint Security. Там есть встроенный инструмент управления Касперский Security Center, но вот в текущей версии он с Альпом не работает. У них есть специальные инструкции по настройке и специальный дистрибутив для Астры, потому что Астра — это перелицованный дебен. Для Альта такого нет. Я вот все равно вчера так на дурака попробовал поставить, не получилось уже, подробности не помню, некогда было рассматривать, но обещают, что вроде исправить. Также планируется переход от использования локальных папок с данными пользователей к использованию перемещаемых профилей. Вот для меня на самом деле это самое такое ожидаемое изменение, потому что на прошлых местах работы очень привык к перемещаемым профилям, считаю их очень удобными. И вот очень жду, когда получится все это настроить. Я читал, что вроде как бы они уже работают, но пока руки не дошли, честно говоря, это настроить. По мере увеличения функциональности встроенных средств управления доменом, в частности dmc и gpu-e, с которой я только начал разбираться, она мне в принципе понравилась. По-моему, это такой уже чуть ли не полноценный замен РСАДу. И адаптации под использование на OS Linux ряда специфичных программ. Как я уже говорил, это випнет, деловая почта, программы для WPR, ОГЭ, ЕГЭ, ПО для 3D-моделирования. Планируется полностью исключить из сети ПК с OS Windows и отказаться от использования РСАД. У меня есть большая надежда, что к концу этого календарного года у нас в школе винды не останется. Ну, посмотрим. Вот, в принципе, все, что хотел сказать. Спасибо большое. У меня вам маленький совет. Вот прямо напротив вас сидит разработчик. И помучайте его на тему, что делать с вашими проблемами конкретными. Мы будем очень рады доработать продукт. Спасибо. Еще вопросы есть? Замечания? Да, у меня маленький вопросик есть. А что делать, если у школьников есть физический доступ к компьютеру? Он может, даже не вскрывая корпус, через загрузчик получить ротовую консоль? Через загрузчик парольный BIOS. Нет. Именно что в загрузчике нажать кнопочку E и добавить в школьную комбинацию. У нас пока до этого они не додумались. Нет, я почему это говорю, потому что случай был. Я раньше работал в школе, и там один… Да, додумать, но пока у нас до такого не додумались. Загрузчик запаролить, да и все. Ну да, да, да. Нет, загрузчик запаролить я не считаю нормальным выходом. Во-первых, это замедляет все-таки процесс авторизации. И так им нужно вводить пароль для доменного пользователя. Тут при установке пароля на загрузчик, он не требуется для загрузчика, он требуется для ввода в меню. А, я просто не пробовал никогда. Спасибо за идею, обязательно сделаю. Так что да, это рабочий вариант. А на уже имеющих системах можно пароль на загрузчик поставить? Да, можно. Она при установке уставляется и в общем-то дальше при тиражировании. Спасибо большое за совет. Еще один маленький комментарий. Толку от бэкапов, если их не проверяют разворачивая, я про это ничего не услышал. Ну, пока не приходилось разворачивать. Это так делается на случай того, что из-за друга опять… У меня дело в том, что за три года в контроллере домена, не знаю из-за чего, сдохло три SSD-шки хороших Samsung'ов 980-х. Сначала 970-х, потом 980-е один сдох, не знаю, с чем это связано. И вот я только для этих целей пока делаю. А так, в принципе, не очень удобно. Я на самом деле плохой Linuxoid. Я очень сильно сам гую привык. Даже к вебморде. И поэтому меня очень интересовал урбэкап. То, что у него очень интересный вебморде. Пока вот. Я просто в качестве, так сказать, то ли извинения, то ли оправдания. У нас в школе 1670 учеников, 130 преподавателей. И временами… Молодежь у нас сейчас очень амбициозная. И те, кто заканчивает технику, им нужно сразу зарплату в 30, 40 и больше тысяч. Как не заявляют некоторые личности, не говорят, что мы не для того получали образование, чтобы за копейки работать, которые можно школу предложить. И поэтому я временами остаюсь на всю школу один. Вот как сейчас последние несколько месяцев. И просто тупо не доходит пока до всего руки, чтобы разобраться. Спасибо большое. Еще есть вопрос? Здравствуйте. Михаил Новоселов. А вот насчет антивирусов, небольшой комментарий. На мой взгляд, если нет требований регуляторов по использованию антивирусов на Linux, то гораздо эффективнее использовать ему такая система в Linux, которая позволяет подписать все исполняемые файлы своим ключом. Вот в дистрибутивах, скажем, Alt-ROSA своим ключом, в дистрибутивах Astra, там как-то надо у Astra заверять ключ, по-моему, и запретить запуск любых неподписанных файлов. Таким образом, ученик не только не сможет не установить программу, как вы говорили, у вас нельзя. Он не сможет просто запустить даже любую программу. Он не сможет, в общем, библиотеку подменить через LD-preload, потому что там M-map SprottExec тоже блокирует зимой. И не сможет запустить свою только что скомпилированную программу? Вот это да, тоже не сможет. А почему Каспер? Почему Каспер? Потому что пока не на официальном уровне, но у нас уже, видимо, товарищи из этой лаборатории на кого-то в управление образованием вышли. У нас уже спрашивают про антивирус. Windows Defender уже сказали, что это не антивирус. То есть те, у кого стоит винта, и которые надеются на Windows Defender, уже сказали, ай-яй-яй, это не то. Естественно, никакой там не Avast, никакой там не Total Security. Поэтому уже такие подвижки в эту сторону начинаются у нас в области. У нас вообще область, честно говоря, Министерство образования очень своеобразная. Оно где-то очень сильно тормозит использование свободного ПО, а где-то просто педалирует какие-то темы непонятные. И такой вопрос, раз сразу увидел. Ноутбук ICL у вас в школах поставляют импортозамещенные ноутбуки еще? А, тут очень веселая ситуация. На мальт сразу или как? Мы уже из регламента вышли. У нас была очень веселая ситуация с импортозамещенными ноутбуками. Я тебе потом расскажу. Давайте в калуару. У нас следующий доклад удаленный. Это Владимир Башун, Антон Сергеевич.